Вот уж три десятилетия в Абхазии отмечается День памяти жертв Русско-Кавказской войны. И происходит эта неизмена в самом сердце Абхазской столицы, на набережной Махаджиров. Сегодня десятки человек пришли сюда теплым весенним вечером, чтобы принять участие в памятных мероприятиях. Русско-Кавказская война – одна из самых трагичных страниц истории Абхазии. В следствии ее тысячи людей погибли, а десятки тысяч абхазов навсегда покинули родную землю, будучи вынужденными переселиться в Османскую империю. Ежегодно скорбная дата – 21 мая – отмечается абхазскими диаспорами по всему миру. Памятные мероприятия в столице начались с шествия колонны. В завораживающем и захватывающем дух шествии приняли участие десятки людей. Обернувшись в абхазские адыгские флаги, жители и гости Абхазии идут следом за колонной. Ислам Сагов родом из Кабардино-Балкарии. Недавно он переехал в Абхазию вместе с семьей. Они ежегодно приходят на набережную Махаджиров в этот по-настоящему траурный день. Я стараюсь каждый год в этот траурный для абхазо-адыгского народа день приходить сюда, далее шествием идти к памяти Махаджирам и тем самым отдать дань уважения и памяти людям, которые сложили голову ради свободы, так скажем, и независимости наших народов. Огромная вообще утрата для наших народов. И важность ее заключается в том, что мы практически потеряли свой генофонд, практически потеряли свою территорию. Но по Аллах Всевышнему все происходит по его воле. Мы вернулись и абхазы, и адыги вместе стараемся, так скажем, вернуться в былые истоки. У памятника Махаджирам руководство страны и общественность возложили цветы. Почтить память жертв Кавказской войны пришли президент Аслан Бжане, вице-президент Бадра Гунба, премьер-министр Александр Анкваб, спикер парламента Лаша Ашуба, члены правительства, депутаты парламента, потомки Махаджиров, вернувшиеся на историческую родину, а также представители общественности, студенты и школьники. Памятные мероприятия 21 мая проводятся ежегодно. В этом году организаторами выступают Государственный комитет по репатриации, Музей истории зарубежных Абхазов при содействии Госкомитета по делам молодежи и спорту и Абхаза-Абазинского конгресса. Как отметил руководитель Музея истории зарубежных Абхазов Дмитрий Габелия, сегодня были впервые презентованы фамильные абхазские родовые знаки в количестве 22 штук. Он также подчеркнул, что важность сохранения памяти о страшной трагедии нашего народа переоценить невозможно. Дело в том, что это пока небольшая коллекция. Мы хотим пополнять эту коллекцию. Информацию мы черепали в трудах Иналепа, Гошба. Это те фамилии, которые после тех трагических событий, их в Абхазии не осталось, либо представлено в небольшом совершенном количестве. По наступлению темноты у памятника Махаджирам была зажжена свеча памяти, которую уже более трех лет вручную изготавливают в Абхазо-Абазинском конгрессе. Руководитель отдела по развитию молодежи и физической культуры ВАК Валерий Берзеня рассказал, что процесс изготовления свечи делится на несколько этапов. Самый трудоемкий – нанесение узора, плетение самой свечи. Три года назад мы впервые поехали в мастерскую Тимура Цзаря и Баталджо поделал эту свечу. И в итоге так получилось, что три года назад они передали технику приготовления этой свечи нам, следующему поколению. Это настолько глубокое восприятие вообще и такой кропотливый труд, когда ты делаешь эту свечу. Когда ты остаешься один на один с этим действом, есть некое необъяснимое ощущение. Нет, знаете, связь с тем, что было, что есть, что потеряно и что возможно приобрести еще. Позже вечер озарился нардским костром, который ежегодно разжигается представителями горских народов в память о Махаджирах. Завершились мероприятия спусканием венков на водную гладь Черного моря. Рада Чачава, Ильдар Дамиров, Давид Авицба, Абхазское телевидение.